У Юрия Остапенко работа связана с птицами, железными и настоящими. Причем он, в отличие от зоозащитников, оберегает как раз таки самолеты. Юрий – представитель редкой профессии. Он – авиационный орнитолог. Главная моя задача – создать дискомфортные условия для птиц, которые здесь базируются. За один рабочий день Юрий Остапенко объезжает всю территорию аэропорта как минимум три раза. Он осматривает взлетную полосу и остальную территорию на наличие птиц. Отпугивать пернатых ему помогают различные современные технологии. Этот своеобразный пародист птиц по-научному называется биоакустическая система. Из нее с интервалом в несколько минут на расстоянии полутора километров разносятся восемь разных птичьих криков. Записаны именно те, которых боятся пернатые, обитающие вблизи аэропорта. Причем, оказалось, со временем птицы криком привыкают и бояться перестают. Поэтому два раза в год записи меняют. Пушки тоже очень эффективное средство для отпугивания, но у них большой недостаток, что при минусовых температурах электроника отказывается работать. Самые опасные для нашего аэропорта птицы – это вороны, сороки, фазаны, утки, конюки и чайки. Причем двух последних орнитолог особенно не любит. Говорит, напугать их практически невозможно. Кстати, авиационный орнитолог тесно сотрудничает с Академией наук. Они помогают определять повадки птиц, их предпочтения и страхи. Потому как с пернатами, как и с людьми, важен индивидуальный подход. В борьбе с птицами все средства хороши. Регулярно авиационный орнитолог проверяет деревья на наличие гнезд. Если таковые есть, вооружается, как ни странно, водным пистолетом и пейнтбольным ружьем. Вода сбивает гнезда, а краска отпугивает птиц. Изредка приходится спиливать деревья и подрезать ветки. Приходится использовать весь арсенал оборудования и только тогда будет эффект. В 1905 году впервые зафиксировали столкновение птицы с самолетом. Это был один из первых летательных аппаратов. Через шесть лет новое происшествие. Французский самолет был атакован большой орлицей. Первый трагический случай произошел в апреле 1912 года. Тогда самолет врезался в стаю птиц. После этого летательный аппарат вместе с пилотом упал в воду. Самая же серьезная авиакатастрофа из-за столкновения с птицами за всю историю случилась 4 октября 1960 года. Воздушное судно влетело в стаю скворцов, из-за чего отказали три двигателя из четырех. Конечно, это не все случаи. Пожалуй, одно из самых известных столкновений самолета и птиц произошло в США. Спустя 90 секунд после взлета самолет столкнулся со стаей птиц. Те попали в двигатель, из-за чего воздушное судно было выведено из строя. Пилоту удалось посадить самолет на реку Гудзон. Все пассажиры оказались живы. В народе происшедшее назвали «Чудо на Гудзоне». В 2016 году на экраны вышел одноименный фильм. Говорит капитан, приготовьтесь к удару. Что? О, Господи! Птицы остаются главной опасностью самолетов на протяжении многих лет. Современные технологии позволяют свести к минимуму их присутствие в аэропорту. Но безвозвратно устранить их невозможно. Несколько лет назад даже объявили премию тому, кто решит, как полностью избавиться от пернатых посетителей аэропорта. Но пока ни в одной стране мира эту проблему не решили. Наибольшую опасность представляет для самолета птица, которая попадет в турбину. Но и то, если она более полутора килограммов. Если же в турбину залетит какой-нибудь воробей или ласточка, пассажиры этого даже не почувствуют. Сотрудники Владивостокского аэропорта уверяют, что бояться летать не стоит. Ведь авиационный орнитолог следит за ситуацией постоянно. Поэтому за территорию Приморского аэропорта сотрудники спокойны. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.